Добрый день, коллеги. Меня зовут Максим Фетисов. Я отвечаю за развитие скоинговых продуктов и консалтинговых решений компании Credit Info в Балтийском регионе. Сегодня хотел бы представить вам семинар по одному из наших решений, психометрический скоинг. Я надеюсь, экран сейчас видно, потому что Zoom не часто приходится презентовать. Видно сейчас? Да, видно. А вот видео тут нужно сворачивать или оно не показывается? Нет, мы видим и вас, и презентацию. Отлично. Окей, тогда, думаю, можем сразу перейти к делу. Немножко о компании Credit Info, компания основана в 1997 году в Исландии как кредитное бюро, но сейчас у нас компания уже значительно выросла. Кредитное бюро находится в более чем 30 странах. Это в том числе и Украина, и Кыргызстан, страны Балтики, Африка и еще много-много различных стран. Вот. Но окроме кредитных бюро наша компания активно развивает разработку скоинговых карт, систем поддержки принятия решений, консалтинговых услуг в области управления рисками, ну и различных других сервисов, которые помогают финансовым институтам, не только финансовым, принимать более правильные кредитные решения, управлять просрочкой и повышать financial inclusion в мире. Почему мы говорим о психометрическом скоинге? Зачем вообще нужен такой скоинг, когда у нас есть в принципе уже много всего хорошего, доступного скоинг-бюро и так далее? Как показывают исследования, на самом деле есть в мире достаточно большое количество людей, которые до сих пор не имеют кредитной истории. Хотя, казалось бы, кредитные бюро уже существуют в некоторых странах многие десятки лет, тем не менее, все равно остается большой процент людей, которых нет кредитной истории, либо нет свежей кредитной истории. Мы называем таких клиентов thin file customers. Вот. И несколько примеров, почему так происходит. Ну, например, потому что есть самозанятые, которые во многих, на многих рынках находятся в серой зоне экономики. Вот. И традиционно банки очень неохотно кредитовали этот сегмент. Соответственно, там дизайнеры, программисты, фрилансеры, они не могли формировать кредитную свою историю. Хотя, в принципе, это работающие люди, которые получают доход и, в общем, вполне могли бы брать кредиты и нормально их обслуживать. Люди в удаленных каких-то регионах, где, в принципе, просто раньше банковских отделений не было, и интернет был еще не развит. И, соответственно, эти люди были отрезаны от возможности получать банковские услуги. Такие люди тоже не смогли, не успели до сих пор сформировать свою кредитную историю. Также сегмент людей, которые только вот недавно вошли в активную экономическую жизнь, например, студенты, которые только вот сейчас закончили университет, начинают работать. Естественно, опять же, банки традиционно избегали кредитовать данный сегмент людей. Но, тем не менее, в принципе, если у тебя есть хорошее образование, большая вероятность устроиться на работу, либо ты уже устроился, то почему бы, собственно, ты почему-то не можешь получить кредит и выплачивать этот кредит. Вот как ответ, собственно, на этот вызов мы вынуждены смотреть, какие еще данные могут нам помочь в кредитной оценке заемщика. И вот данное было исследование тоже, которое ранжировало различные данные по двум параметрам. Первый параметр – это насколько эти данные предиктивны, насколько они полезны для кредитной оценки заемщика. И второй параметр – насколько эти данные, в принципе, доступны. И данные бюро, они, в принципе, для кредитной оценки, конечно, самые классные, самые предиктивные, но, с другой стороны, часто они недоступны, в частности, по тем причинам, которые я упомянул на предыдущем слайде. Например, в некоторых странах активно используются данные онлайн-поведения пользователя, как он ведет себя на вашем, например, сайте. Эти данные, они тоже не такие доступны, и, в принципе, с точки зрения предсказательной силы не такие, ну, достаточно низкая у них коллективная сила. В других странах у нас есть, был опыт, например, использования данных мобильных телефонов. Опять же, там, насколько это позволяет законодательство. И с точки зрения СКОИГа эти данные намного лучше, чем онлайн, данные онлайн-поведения, потому что намного больше информации можно получить из мобильного телефона. И эти данные, в принципе, более доступны, потому что сейчас у каждого есть мобильный телефон, и все им активно пользуются. Поэтому массив данных, который доступен, он достаточно большой. Но, опять же, все зависит от законодательства. И, наконец, психометрические данные, они тоже не такие предиктивные, как данные бюро, само собой. Но они самые доступные. Почему? Потому что они, это фактически уникальная характеристика человека, которая есть у каждого. То есть даже если у тебя нет мобильного телефона, у тебя есть все равно твои поведенческие черты, твой психологический профиль. Вопрос, как эти данные получить. Но, в принципе, они самые доступные. И, собственно, исходя из этого понимания, как раз и было разработано решение CarMetrix, психометрический scoring. В основе лежат исследования, университетские исследования в области психологии, в частности, модель Ocean, что является английской аббревиатурой, и расшифровывается как открытость, сознательность, экстравертивность, экстравертность, интровертность, насколько человек, как человек относится к другим людям и насколько он эмоционально стабилен. И задача вот этой модели – это описать каждого индивида с помощью вот этих вот пяти параметров. И, в принципе, точность построения психологического психопсихотипа на основании вот этих пяти параметров, она очень высокая. Ну, например, по открытости к миру люди могут различаться в зависимости от того, насколько они любознательны, либо насколько они, наоборот, осторожны, то есть с опаской относятся к окружающему миру. С точки зрения сознательности – насколько человек организованный или, наоборот, более легкомысленный. Экстравертность, интровертность – понятно, всем это знакомо понятие. Насколько человек сочувствует другим людям, насколько у него развита эмпатия, или, наоборот, насколько он холодный и отстраненный. И стабильность эмоциональная, насколько остро человек реагирует на какие-то стрессовые внешние обстоятельства или насколько он уравновешен. И, возвращаясь к теме кредитного риска, на самом деле, даже на интуитивном уровне можно легко оценить вот эту вот связь между психологическим профилем клиента, человека и его отношением к кредитным обязательствам, у кого платежи в дисциплине. Например, если человек занимается экстремальным спортом активно, это означает, что у него порог риска, принятие риска достаточно высокий. То есть он даже сознательно идет на дополнительный риск, потому что это доставляет ему какие-то положительные эмоции. Но, опять же, с точки зрения кредита, этот человек тоже может идти на необоснованные риски, то есть брать на себя большие обязательства, чем он реально может себе позволить. Импульсивность. Другая черта. Если человек часто совершает импульсивные какие-то поступки, например, покупки, это сказывается на том, насколько он может вообще управлять своими финансами, насколько вот он, если он сейчас вот хочет купить что-то, что ему понравилось, но это не совсем даже укладывает его в бюджет. Вот, опять же, с точки зрения кредитного риска, такие люди, они не очень наежны. Ну и насколько человек, допустим, дисциплинирован, занимается ли он долгосрочным финансовым планированием, понятно, что люди, опять же, которые планируют свои финансы на год вперед, наверное, с точки зрения кредит, кредитования, такие люди прям идеальны, потому что у них все записано в Excel, есть четкие приходы, расходы, и они понимают, как они, если они возьмут кредит, за счет каких источников дохода они будут его обслуживать. И если мы просто несколько, допустим, примеров, приведем психологических профилей, сделаем для них какие-то названия, и посмотрим, как они ранжируются с точки зрения кредитной надежности. Но в самом низу у нас будет импульсивный Джо, это человек, который легкомысленен, недостаточно тревожен, то есть остро реагирует на стресс, остро реагирует на стресс и легкомысленен. Более надежна по отношению к нему любознательная салия, которая более открыта к окружающему миру, менее легкомысленна, и самое главное, более уравновешена. Ну и с точки зрения кредитной надежности, осторожный Гарри, человек, который осторожен, который все планирует заранее, он более надежный, чем предыдущие два психотипа. То есть, в принципе, понятно, что этих профилей, их может быть огромное количество, и столько людей, может, чуть поменьше, и вопрос, как правильно их отранжировать. То есть здесь в нашем примере три профиля, и эта задача ранжирования, она решается достаточно просто. Но что, если у нас этих профилей 300, вот как понять, какой профиль более высокорисковый, какой склонен к большим рискам, вот это вот уже нетривиальная задача. И вот как раз решение CarMetrics решает эту задачу. И что, собственно, представляет из себя решение? Решение представляет из себя два компонента. Это опросник, психометрический опросник, который позволяет собрать данные, психометрические данные по человеку, построить его психологический профиль на основании вот этой модели Оушена, о которой мы говорили. И второй компонент – это, собственно, скоринговая часть, которая позволяет, исходя из профиля, оценить кредитную надежность человека, то есть присвоить ему скоринговый балл, который будет отражать его склонность к дефолту. Вот, собственно, два основных компонента. И основные преимущества нашего решения – это то, что, опять же, в основе лежит проверенное академическое исследование. сам опросник – это не какой-то там Word-документ или что-то такое, где человек должен отвечать на анкету, которую человек должен заполнять. Опросник построен в игровой визуальной форме, то есть задается вопрос, и дальше в визуальной форме даются варианты ответа на этот вопрос, человек может выбрать тот ответ, который наиболее точно отражает его отношение к этому вопросу, либо то, как он себя, допустим, проявляет в той или иной ситуации. Дальше у нас будет возможность пройти такой опросник и посмотреть, как это работает. Плюс встроена защита от манипуляций. Понятно, что любая система, она надежна, там, в Скоинге настолько, насколько надежны данные, поэтому понятно, что некоторые люди, возможно, будут пытаться манипулировать ответами. Вот в систему встроена защита от таких манипуляций. Внутри мы проверяем согласованность ответов, то есть, например, один и тот же вопрос может задаваться в разных вариантах и дальше будет сравниваться, как человек ответил на этот вопрос. Если ответы принципиально отличаются, то это сигнал к тому, что человек не совсем честен. Также замеряется время ответа на вопрос, если человек отвечает слишком быстро, либо, наоборот, слишком медленно. Это тоже признаки того, что какие-то происходят манипуляции. Таких защит встроено несколько. И если мы видим, опять же, что что-то идет не так, существенно, то система дает сигнал, что, скорее всего, имеет место манипуляции, и доверять результатам прохождения этого опроса с коринговым баллом не стоит. То есть, эту информацию мы возвращаем. Возвращаем нашим клиентам. Ну, вот, собственно, здесь вы можете пройти по этой ссылке, либо отсканировать QR-код, и у вас есть возможность, собственно, самостоятельно пройти такой тестовый демо-опросник на русском языке и посмотреть, что происходит. Единственное, я не уверен, что финальная страница, скоринговый балл, то есть, надо относиться к этому скептически, потому что демо-система, опять же, мы просто... Она разработана для того, чтобы создать, дать какое-то представление о том, как система работает, но при этом не отражает, собственно, реальной картины. Но, еще раз, если есть время, если есть желание, мы можете пройти этот запрос, посмотреть, как это все работает на практике. Я думаю, презентация потом разошлют, поэтому, если кто-то даже не успеет сканировать сейчас этот QR-код, это можно сделать потом. Какие возможные сценарии использования вот этого психометрического скоринга? Опять же, надо понимать, что это не замена традиционному скорингу, скорингу бюро или каким-то нашим внутренним моделям. Это дополнительный инструмент, который позволяет улучшить кредитные решения в каких-то... улучшить либо на всем портфеле, качество кредитного решения, либо в каких-то отдельных сегментах сегментах клиентов. Вот, например, несколько возможных сценариев использования этого скоринга. Например, вы можете использовать его для всего портфеля клиентов. Такой вариант тоже доступен. В этом случае вы можете улучшить NPL на всем портфеле, снизить его, но при этом у вас будут повыситься значительно операционные затраты, потому что скоринговые баллы, они стоят каких-то денег. Возможно, использовать психометрический скоринг только для клиентов, у которых нет свежей кредитной истории, либо вообще нет кредитной истории. То есть смотреть узко по клиентам, у которых как раз есть эта проблема с кредитной историей. В этом случае вы получаете возможность кредитовать этих клиентов, делать их кредитную оценку, чтобы ранее было затруднительно. То есть, если я прихожу к вам, а у меня нет кредитной истории, достаточно трудно оценить мою платежную дисциплину. Можно это сделать на основании каких-то, опять же, демографических данных, либо каких-то, может быть, иных данных, которые у вас есть, но все равно это сделать сложно. Можно использовать для скоринга специальных, каких-то отдельных сегментов, например, студентов, опять же, о которых мы говорили, либо пенсионеров, у которых тоже бывает часто проблема с отсутствием кредитной истории. То есть смотреть узко по каким-то сегментам, которых вы раньше не могли кредитовать, за неимением данных, вот психометрический исходник позволяет решать эту задачу. И последний сценарий тоже вот интересно применялся одним из наших клиентов. Это кредитование клиентов с испорченной кредитной историей. То есть часто, когда у клиента есть какие-то просрочки в кредитной истории, там, особенно в последние пару лет, банки очень осторожно к таким клиентам относятся, и часто такие клиенты получают отказ. Хотя, в принципе, вот даже последний ковидный кризис показал, что часто многие люди, они не виноваты в том, что у них там понизился доход, и они сейчас не могут обслуживать свои кредиты. это обстоятельства, да, так вот сложились неожиданно, и люди, у людей возникли проблемы, но, тем не менее, как только ситуация поменяется, ситуация опять улучшится, эти люди вернут свой доход и будут готовы нормально обслуживать свои кредитные обязательства. То есть исключать таких людей из кредитования полностью, там, на несколько лет, ну, наверное, было бы неправильно. Вот, психометрический скроник позволяет, собственно, выделить из этого пула людей с испорченной кредитной историей тех клиентов, которые, в принципе, попали туда случайно и которые готовы которые нормально могут обслуживать свои кредитные обязательства. Возникает вопрос, как, как, запускать этот психометрический скроник, особенно на новом рынке. Понятно, что в каждой стране там своя культура, своя какая-то ментальность и, естественно, мы не можем брать опросники, которые были разработаны для Англии, например, там, Латвии, да, и применять этот же самый опросник в Украине. Нужно пройти некоторый процесс адаптации опросника и модели под рынок. Есть четыре основных этапа для вот этой адаптации. Первый этап это валидация формы, то есть нужно убедиться, что сами вопросы, они задаются, они корректны с точки зрения культуры данной страны, что такие вопросы можно задавать. Второй шаг это валидация содержания. Это нужно понять, что этот вопрос в принципе позволяет измерить именно то, что мы хотим измерить, потому что опять же во многих странах отношение к тем или иным вещам отличается. Например, про долгосрочное планирование, он в какой-то стране действительно позволяет измерить склонность к долгосрочному планированию, а в какой-то стране он в принципе неприемлем, потому что в культуре не заложено долгосрочное планирование, люди более обеспокоены какими-то ежедневными проблемами и вещами. Валидация эффективности, проверка того, что вопросы, ответы на вопросы, которые мы получаем в данной стране, они также предиктивны с точки зрения психометрики, как и некоторый бенчмарк, который мы используем. И предиктивность это валидация самой скойинговой модели, то есть опять же платежное поведение клиентов в разных странах различное, и нам надо убедиться, что даже если брать профиль осторожный Гарри, про который мы говорили, у него склонность, вероятность дефолта, она в разных странах может быть немножко отличаться, то есть нам нужно сделать валидацию модели, сравнить с реальной платежной дисциплиной реальных клиентов в данной стране, убедиться, что скойнговые баллы, они действительно рассчитываются правильно и отражают вероятность дефолта. Также когда это решение запускается для конкретного клиента, естественно, мы полностью брендируем опросник под заказчика, то есть если какие-то есть пожелания по цветовой схеме, по логотипам, все это можно делать. Само решение работает в облаке, встраивается ваш веб-портал, для клиента процесс прохождения опросника прозрачен, то есть он не знает, что кредит инфа как-то задействован в процессе, для него взаимодействие идет с вами, с банком, с кредитным институтом, то есть этот момент для клиента он абсолютно прозрачен. Ну и, естественно, проводились нагрузочные тесты различные, то есть все скорбал рассчитываются быстро, заявки обрабатываются быстро, то есть здесь тоже никаких проблем нет. Как, собственно, можно было бы начать пилот? Это просто как некоторое предложение, если вы хотите быстро попробовать запустить пилот, посмотреть, как это решение работает на ваших клиентах, то самый простой вариант это следующие шаги. Корме мы адаптируем тест под заказчика, то есть делаем дизайн, необходимые изменения по дизайну, по брендированию, корректируем текст вопросов, опять же, делаем перевод на украинский язык, если необходимо. Дальше данный опрос, нам нужно провести валидацию модели, поэтому нужно собрать какую-то статистику первичную, которая позволила бы провести эту валидацию. Для этого можно разослать опросник вашим клиентам текущим, которые взяли кредит сравнительно недавно, например, 3-6 месяцев назад, и попросить их пройти опросник, можно даже какой-то розыгрыш призов сделать. Когда мы соберем результаты ответов, понятно, что далеко не все клиенты ответят, но какая-то часть ответит. По этим клиентам можно будет построить на основании ответов психометрические профили, рассчитать скойнговый балл по нашей модели и дальше сравнить с известной платежной дисциплиной, потому что клиенты, которые взяли кредит 6 месяцев назад, в принципе, они уже проявили как-то свою платежную дисциплину. Либо они нормально платят по кредиту, либо, возможно, кто-то из них уже продефолтился на первом, на втором, третьем платеже. Если мы увидим, что скойнговый балл действительно хорошо предсказывает это известное поведение, значит, модель работает. Если что-то мы видим, что плохо предсказывает, то мы можем привести корректировку модели, так же, как делается корректировка любой другой модели, то есть пересчитываются веса, пересчитываются параметры, модель корректируется так, чтобы скойнговый балл хорошо предсказывал платежную дисциплину. Такого подхода есть свои минусы, один из таких минусов это некоторая смещенность выборки, потому что практика показывает, что клиенты, которые продефолтились, они очень неохотно отвечают на такие опросники, то есть они уже находятся в коллекшн процедурах, и у них уже заполнять какие-то опросники, сюрпризы, им не очень нравится, то есть ответы, которые мы получим в результате такого пилота, они не будут стопроцентно надежны, поэтому есть в принципе альтернативные методы проведения теста, проведения пилота, естественно каждый опять же имеет свои плюсы и минусы с точки зрения качества результатов и сложности исполнения пилота. Ну вот на первом месте с точки зрения легкости вообще проведения это ретро-компания, то есть можно взять клиентов, которые были одобрены, которые получили кредит у вас очень давно, например 12 месяцев назад, по ним уже полностью известна платежная дисциплина, уже известно кто дефолтник, кто не дефолтник, вот можно опять же предложить этим клиентам пройти опросник, собрать результаты, рассчитать скорой губок, полюдировать модель. Это самый простой вариант, но опять же будет некий байас с точки зрения репрезентативности выборки. Второй вариант это взять клиентов, которые получили кредит сравнительно недавно, может быть пару месяцев назад, по ним еще платежная дисциплина не проявилась полностью, то есть еще неизвестно, кто там на самом деле дефолтник, а кто не дефолтник. В этом случае, если мы предложим им пройти опросник, результаты будут более репрезентативны, но из минусов это то, что нужно ожидать еще несколько месяцев, пока собственно платежная дисциплина против клиентов проявится, и модель можно будет вылилировать. Например, третий вариант самый трудозатратный и долгий это встроить психометрическое решение в ваш текущий процесс и предлагать пройти тест какой-то части реальных клиентов, которые сейчас обращаются к вам за кредитом и дальше собирать, накапливать эту психометрическую статистику и ждать пока проявится платежное поведение вот этих новых клиентов. Опять же, самый долгий вариант, потому что ждать пока накопишь статистику придется возможно очень даже долго, до года, но зато с точки зрения надежности результатов здесь надежность самая высокая, здесь никаких байасов статистических быть не должно. ну вот собственно и в итоге что мы получаем то есть это психометрическое решение это решение которое позволяет решить две задачи первая задача это вы можете начать увеличить свои объемы кредитования за счет новых клиентов которых вы раньше не кредитовали опять же там студенты пенсионеры люди с плохой кредитной истории люди без кредитной истории то есть те сегменты где либо вы вообще не кредитовали либо уровень одобрения был очень низкий вы можете значительно повысить свои продажи вот вторая задача это снижение NPL то есть даже на сегментах на которых вы кредитовали вот это встраивание психометрического скоринга возможно вашу текущую модель дополнение вашей текущей модели психометрическим скорингом может позволить повысить качество принимания решений и как результат это снижение просрочки снижения NPL то есть с точки зрения риск-менеджмента наверное очень привлекательная вещь несколько примеров кейс-стадис из других стран пример работы с компаний которая предоставляет кредитные карты в UK у них была внутренняя модель скоринговая которую банк успешно применял единственное что для клиентов thin file то есть клиентов с недостаточной кредитной историей эта модель показывала достаточно слабые результаты Gini был на уровне 30% это очень низко и банку было очень сложно кредитовать этот сегмент они практически ограниченно кредитовали в коде пилота внутренняя модель банка была дополнена психометрическим скорингом и вот на данном сегменте который thin file customers это позволило значительно увеличить кредитивную силу модели Gini поднялся с 30% до 45% Gini это уже в принципе очень даже неплохо можно вполне кредитовать еще один пример из Индии здесь у нас в принципе банк не было внутренней модели то есть хотелось кредитовать thin file клиентов но не было инструментов чтобы это осуществить здесь психометрическая скоринг использовался как основной инструмент для принятия решений в данном сегменте и опять же были очень неплохие результаты с точки зрения достаточны достаточны для того чтобы принимать кредитное решение то есть уже можно как-то начинать кредитовать этих thin file клиентов а для Индии это достаточно актуальная задача потому что там количество людей без кредитной истории очень и очень высокое еще один пример здесь показаны собственно на графиках результаты сравнивается уровень одобрения и уровень просочки по процессу без психометрического скоринга без использования психометрического скоринга и по процессу когда психометрический скоринг был внедрен и банк выделял три сегмента это клиенты thick file это клиенты у которых есть полная кредитная история актуальная клиенты thin file это у которых нет кредитной истории либо она очень старая и клиенты с испорченной кредитной историей о которых мы говорили bureau bet и до внедрения психометрического скоринга банк кредитовал клиентов thick file у меня недобрения было порядка 40% уровень просрочки был порядка 26% при этом не кредитовались клиенты без кредитной истории но и были какие-то отдельные случаи кредитования людей с испорченной кредитной историей то есть возможно у человека была просрочка пару лет назад и таким людям банк выборочно давал кредит после внедрения психометрического скоринга по thick file клиентам уровень одобрения не изменился по thin file клиентам банк смог начать кредитовать данный сегмент то есть уровень одобрения невысокий 11% но хотя бы что-то и по тем клиентам у которых испорчена кредитная история bureau bet по ним также уровень одобрения повысился на несколько пунктов но что самое интересное уровень просочки во-первых он снизился и по основному портфелю на 6 пунктов но что интересно что уровень просочки по этим сегментам thin file и bureau bet которых банк в принципе не кредитовал раньше он оказался ниже даже чем по основному портфелю то есть казалось бы боялись кредитовать вот этих людей без кредитной истории оказалось что в принципе среди них очень много вполне надежных надежных заемщиков ну и последний пример просто чтобы проиллюстрировать что это решение оно актуально не только для кредиторов банков или микрофинансовых организаций но вполне может применяться и в страховании где тоже стоит задача оценки риска для того чтобы правильный прайсинг сделать для клиентов страховки это компания которая занимается автокредитованием в UK и опять же была у них внутренняя модель она показывала определенные результаты в разных сегментах возрастных вот ее дополнили психометрическим скоингом и собственно во всех сегментах мы увидели прирост прирост эффективности с точки зрения Gini с точки зрения проективности модели то есть результатом собственно является то что компания смогла оптимизировать свою pricing strategy и повысить повысить доходность этого страхового продукта собственно у меня все по презентации большое спасибо если есть какие-то вопросы готов ответить лиги можно задавать вопросы включать микрофон и говорить либо писать в чат Максим Василий Лазунов первое с Украинской бюро гражданных историй слышно меня да да скажите пожалуйста вы говорили на индийском кейсе Gini порядка 42% это только по этому кейсу или есть какая-то статистика по другим внедрениям ну вот да примеров еще вот из UK Gini 45 это суммарно если говорить об использовании только психометрического ускоренного если ну я могу поговорить с коллегами да есть еще примеры вот но это наверное такой вот ну правильный индикатор то есть не стоит рассчитывать что психометрический скоринг позволит вам получить Gini там 60 даже больше 50 то есть в принципе это совершенно понятно ценность этого инструмента в том что он является независим от других предикторов и мы работали с вашими конкурентами израильской стартап и получили очень хорошие результаты когда их скор добавлял нашу модель до 8% Gini это очень много ну отлично рад слышать жалко что не с нами ну все может быть можем попробовать с вами пошел коллеги есть еще какие-то вопросы ну видимо нет ну тогда позвольте не будем никого задерживать позвольте всех поблагодарить за ваше время и давайте до новых встреч в эфире Максим вам огромное спасибо Максим пришлет презентацию мы ее тоже распространим среди всех участников если вдруг возникнут вопросы то пожалуйста потом обращайтесь мы можем и потом перебросить ваши перебросить ваши вопросы Максиму и он предоставит ответ или консультацию или еще что-то все спасибо огромное дякую всего хорошего stay safe большое спасибо до встречи спасибо 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 Андрей спасибо я вас видела я просто не хотела задерживать время все Ростислав счастливо всего хорошего желаю почитать чат там много слов благодарности да да и Настя вам тоже огромная благодарность и нашим переводчикам тоже огромная благодарность всего пока до свидания хорошего дня хорошего дня